Заседание началось с доклада замминистра экономики. Депутаты, заслушав Эльвиру Добаева, обошлись без вопросов и одобрили выполнение госпрограмм по линии министерства. А вот уже к замминистра промышленности и торговли вопросов было больше. Например, по промпарку. Когда он выйдет на самоокупаемость? Ответ народных избранников удовлетворил. Ожидается, что 2021 год, это увидим, будет последний, когда на него направляется бюджетное финансирование. Дальше он переходит уже на стадию самоокупаемости. Это, собственно говоря, одна из основных задач всех структур поддержки, что в конечном итоге они все-таки работали не за счет бюджетных средств, а за счет реализации проектов, за счет которых они будут существовать. В целом же депутаты выполнения госпрограмм министерством промышленности и торговли одобрили. Также в ходе заседания народные избранники высказывали свои предложения. Например, Валерий Кочнев затронул тему по мусороперерабатывающим заводам. На мусороперерабатывающие заводы можно было бы запланировать на базе Селингинска. Потому что там уже какой год мы бутируем эту тему, уже пять лет мы сделали поезды на создание этого полигона. Там и учитываются все переработывающие вот эти мероприятия. Но тем не менее, это где-то все у нас пропало. Вопрос остается актуальным. Между тем, депутаты готовы рассмотреть 50-процентное субсидирование районов, которые сами могут заниматься переработкой отходов. Батар Ломбаев, Андрей Дармаев. Новости дня.